Что-то, Ленчик, такая счастливая. А мы получили новые номера на машину. Показать? Покажи. Та-дам! Ничего себе! Это что? Это IPO? В IPO. Либо, подожди, либо VIP Оливия. Либо VIP. Не, на самом деле это IPO и первая буква наша фамилия. Фамильный номер. Мы ждали его два месяца. Огонь, огонь. Она мне спрашивает, говорит, вам позвонили? Я говорю, нет, ну уже как бы два месяца прошло. У меня маска воняет деньгами, там деньги лежат. Вот. О, да! Все, слава богу, мы регистрацию обновили. Теперь мы будем сейчас менять? Да. Давай, пока время есть, быстренько поменяем. Давай, давай. Сейчас мы заменим обычные номера, которые нам выдали при покупке этой машины, на необычные, уже на наши собственные. Знаете, в чем прикол? То, что когда вы покупаете машину, первый раз вы должны взять номера обычные, стандартные. Вы не можете сразу взять персонализированные. Вы можете взять какую-то определенную картинку, их же много, здесь более 40 видов. Но номер будет стандартный. И только спустя какое-то время, там через неделю, через две, вы можете поменять номера на персонализированные. Мы установили новую рамку, теперь наша машина выглядит так. Еще бы ее помыть, и будет прям красота. Но смотрится-то как. Сейчас уже закат, очень красиво. Мы приехали с математики заниматься плаванием. У них еще будет час плавания. Всем привет. В последнее время вы нам делаете очень много замечаний по поводу нашей речи. Хочу говорить более грамотно. В России в русской школе у меня было по-русскому тройбас. Тройка. Ну, понятно, что мы живем, мы развиваемся, хотим говорить более грамотно. Вопрос встал со словосочетанием бассейн. Мы говорим на бассейне. Вот живя, например, в Майами, мы здесь употребляем очень часто на бассейне. Вы говорите, нужно правильно говорить в бассейн. Я с вами не спорю. Вот вы представьте, мы жили в России все это время. Мы ходили куда? В бассейн. Потому что бассейн – это здание. То есть ты же не скажешь, что я пошел на бассейн. Куда ты пошел? Ты пошел в бассейн купаться, потому что у нас в России холодно, у нас здание. Но вот смотрите, мы сейчас спускаемся, берем вот эти вот лежаки и идем, получаем, на бассейн, на территорию этого места, на бассейн. Когда мы возьмем лежаки и пойдем купаться. Мы пойдем купаться в бассейн. Вот сюда пойдем купаться в бассейн, не на бассейн. Ну, в данный момент мы идем на бассейн, на пляж. Поэтому я считаю, что, наверное, вот в этом контексте без разницы мы говорим, либо идем в бассейн купаться, либо мы говорим, идем пока на бассейн, будем здесь пока загорать. Вот так, давайте, ваше мастерство русского языка пишите в комментариях, где я не прав. Я готов исправляться, готов говорить. Мы идем в бассейн в комментариях. Рассудите меня, как правильно. Алиеве у нас делает математику. Четыре примера. Четыре примера осталось? Давай. Сейчас сделаешь математику и пойдем купаться в бассейн. Пойдем. Мы собрались. Сейчас идем загорать на бассейн, а потом купаться в бассейне. Теперь у нас коронка. Коронка будет. Посмотрела, после тебя потом тетя отмывает постоянно стекла. После таких, как ты еще. Наконец-то. Время 12 часов. Мы пошли на улицу. Мы пошли в бассейн. Мы пошли... Сейчас. Мы пошли загорать. У бассейна, у нашего дома. Чур правильный. Это, я думаю, это то же самое, что в Америке они говорят I want to go. Но нет соло-гона в подписьском языке. Есть фонд. Но никто же не говорит, что мы сказали неправильно. I want to go. I want to go. Все нормально. Язык развивается, язык живой. Он должен проходить все эти стадии. Это я уже как филолог заговорила, что язык живой. И он развивается. Это видео снимаешь. Мы пришли с пляжа. Сейчас будем есть. Ленчик будет есть у нас роллы. Да. Попробуем. Я буду есть курицу, которую Лена приготовила. Наконец-то. Да шучу, шучу. Ладно, шучу. Да, он перец его, да. Ну и сейчас весь прикол в том, что вот эти макароны, спагетти, попросила купить Оливия. А мы были в русском доме. Она их схватила и говорит, купи, купи. Я говорю, ладно, куплю. Но вопрос в том, что думаю, сколько же их варить? А здесь такая инструкция. Способ приготовления. Вермишель опустить в кипящую подсоленную воду и варить до готовности. На слабом огне. Я впервые вижу макароны, где не написано, там, 8-7 минут варить. Там, допустим, аль денте 6, полная готовка, там, 8 минут. А здесь до готовности. Вот так вот. Но она еще какая-то странная по цвету, потому что обычные спагетти, они желтые. Я не знаю, чем Оливия не понравились. Но цвет у них странноватый. Кто-то сегодня будет очень-очень рад. Та-дам! Ой, какой красивый! Оливия ждет приятный сюрпризик сегодня дома. После гимнастики. Время 8 вечера. Мы идем в магазин. Хэллоуин! Тут уже на подъезде очень страшно. Ничего не освещается. Оливия уже испугалась. Она говорит, ааа, здесь страшно. Смотри, Алира. Вот на него смотри. Наступай. Смотри. Смотри. Мы примерили первое платье вампира. О-о-о! Вампиренок маленький. Ну-ка покружись. Но слабенько. А, там подожди, еще надо, наверное, что-то еще есть. А, подъемник. Мы надели подъемник. Он длинный подъемник. Да. Ну, мне не нравится. Сейчас Оливия меряет кого? Ведьмочку. Ведьмочка. А-а-а. Ой, классно. О, челки мы оставили. Кстати, кстати. Она шел. Ведьма. Ведьма супер. Уже ей весело. Я уже ей улыбаюсь. Вообще классно. Уже ей не будет так жарко. Потому что она, видишь, с открытыми ручками. Так и на улице будет улыбки вызывать. Прикольно. Мне нравится. Да, мне тоже. И еще мы одну ведьму померяем. Олива? Большой она. Нет. Тоже, мне тоже. Так себе. Не очень, да? И теперь мы меряем чирлидер зомби. Как зомби. Давай, иди как зомби. Не, слабо. Даже не вызывает ничего. Да? Эмоции не вызывает. Ну, когда я на тебя посмотрю, стоит. Ну, да. Что-то как-то не... У меня тоже. Как вам стиль? Какой костюм? Какой? Ананас. Ананас. И вон Лентик тоже у нас наряжается. Вон мне большеват. Большеват? Ты что, типа босс? Да. Моргиозе. Мне понравился костюмчик. Я вот тут померил уже кепку. Эти очки и цепи. Ленчик у нас полицейская. Полицейский. Можно еще вот такое померешь? Ну, что-то надо посексуальней. Вот такой. Ма, Лентик! Олива. Это скелет, Олива. Он большой. Большой. И сейчас я померю костюм сутенера. Как я? Так, не хватает, я знаю, колпака. Антон тут все примеряет костюмы. Как? Я считаю, что нет. Я считаю, что нет. Нет. Ну, и Ленечка у нас красная шапочка. Да, тут еще плащ. Еще плащ? Вот такой. Ну, и чулочки. Нет, чулки не идут. Не идут? У нас можно купить. Я себя ощущаю этой, которая в Германии кружки пивов носит. Он тебе маловатый в груди. Здесь еще магазин делает пожертвования в детскую больницу. И мы сделали небольшое пожертвование. С Ленивей дали такой значочек. Как здесь написано. Она написала свое имя, и сейчас его повесят на стену. Вот это все, кто пожертвовал деньги. Нет. Вон, Олива, смотри, лепет. О, все. Мы зашли в ресторан. Ресторан называется Новиков. Это российская сеть, да, наверное? Мы сели на улице. Но внутри тоже красиво. Мы постараемся зайти показать. Нам принесли первое блюдо. Я взял лапшу, нудлс с мясом. Оливия мясо. Сверху, походу, вот этот горох. Микрозелень. Мы его, Оливия, не переживай, съедим. Не переживай. А Ленчик у нас что будет есть? Я должен быть супер. Ничего. Она сегодня на диете, и тем более после шести Лена не ест. Новиков внутри выглядит вот так вот. Ленчик что-то уже после шести решила поесть. Оливия уже потрогала вот эти сухофрукты. И мы, не трогая, она взяла, потрогала. Ну, это, конечно же, все для стиля сделали. Сделали. Ну, и, конечно же, открытая кухня. Вон настоящие угли, то есть мясо будет нормальное. На углях. У Антона с Оливией, улава кейк. Дай, кушай, кушай, кушай. Уже покушаются. А я себе взяла улава чизкейк.